здравствуйте дорогие товарищи здравствуйте дорогие друзья я очень рад вас видеть я благодарю вас за то что вы пишете комментарии за то что материально поддерживаете канал и мне очень приятно с вами общаться хоть и вот так через технические приспособления напоминаю вам о существовании плейлистов потому что плейлистах очень много уже пластинок если вы хотите какую-то пластинку увидеть то посмотрите сначала в плейлисты может быть она уже показана вам мною ну а я возвращаюсь опять к итальянской музыке у меня ее много достаточно а роликов еще пока что очень мало никак не могу пройти мимо замечательного альбома группа leorm итальянской 1973 год филона и сарона называется пластинка филона и сарона это две планеты которые находятся далеко-далеко друг от друга на расстоянии сотен тысяч световых лет друг от друга и от земли естественно и филона это планета исполненные радости там все хорошо там рай земной люди счастливы свет радость мир любовь и хухры-мухры как в одной песне отечественной сказано майк но он как писал да мир любовь хухры-мухры а сарона это наоборот планета темная мрачная практически погибшая и там живут существа которые прежде были людьми но они уже превратились в подобие овощей грибов змей гадюк и других удивительных созданий но при этом они как как бы желают остаться людьми превратиться обратно в людей и страшно мучаются этим своим внешним и внутренним обликом в общем там все плохо на сароне и вот про эти две планеты музыканты из италии сочинили концептуальный альбом опера не опера но такая история большая история ли вам очень популярны были в италии я думаю что и сейчас популярных только пластинки переиздаются у меня переиздание какого года я скажу сейчас 2015 купил время между прочим даже даже не в россии стоит достаточно дорого даже время так что не пугайтесь если прийти в магазин увидите leorm переиздание за какие-то серьезные деньги они это отпускная цена тут ничего не поделаешь так вот они были очень популярны в италии в начале 70-х годов там вообще это же был расцвет так называемого прогрессивного рока я бы сказал даже арт-рока потому что это определение больше подходит к музыке группы leorm многие сравнивают их с группой эмерсон лэйк энд палмер что на мой взгляд не очень верно потому что да здесь клавиши бас-гитара и ударные да и вокал ну иногда гитара присутствует большей частью акустическая но если эмерсон лэйк энд палмер это такая демонстрация виртуозных возможностей всех музыкантов и невероятно скоростная музыка в общем-то то ли вам это тоже очень техничная музыка очень интересная очень сложная но она больше расположена не в сторону скоростных пассажей безумных и какой-то демонстрации техники а в сторону симфонизма то есть это трио делает практически симфоническую музыку используя электрические инструменты и отдельных таких вот сольных партий каких-то когда выходит на первый план клавишник начинает вот этого ничего нет все работает на группу на общее звучание на общую конструкцию симфоническую этой музыки и это очень интересно слушать очень красиво синтезаторы фортепьяно другие клавиши какие-то и очень палитра достаточно разнообразная но хотя здесь написано просто орган гитара ударные перкуссии вокал на самом деле там столько звуков разнообразие мук там и все что хочешь все что хотите всего там наиграно будь здоров как и вокал конечно альдо телья пьетро удивительные настолько красиво некоторые тоже опять-таки сравнивают с грега блэйком ну сравнивать можно с кем угодно и хоть там я не знаю не буду называть имен но очень красивый итальянский итальянская школа вокал она другая да она немножко отличается все-таки от английской американской рок-школы вокальные рок-манеры да как случилась эта пластинка как она появилась петер хэммел гастроли гастролировал в италии в 1972 году когда распалась группа вандер граф генератор в очередной раз точнее в первый раз по моему и петер хэммел поехал с сольными концертами по италии его принимали на ура очень любили там его музыку его самого и он играл вместе с итальянской группы ли орум а ли орум на концерте вместе с хэммелом играли фрагменты из того что было уже написано филона и сарона на итальянском языке естественно вот и пластинка вышла на итальянском языке кстати у меня к сожалению вариант на английском языке вот я про него расскажу и хэммелу так понравилась эта музыка что он сказал что слушайте вы кайфовая группа вас надо вообще продвигать ну продвигал продвигал в результате продвинул компания каризма заинтересовалась леор каризма да вот и группа пошла уже ведь по европе во всю ивановск с большим успехом они давали концерты и и в англии и в европе правда пластинка продавалась не очень хорошо но концерты проходили на ура я возвращаюсь к началу значит питер хэммел а музыканты перевели на английский язык специально для питера хэммела песни из филона и сароны хэммел послушалась и спросил на каком языке вы поете потому что английский был не очень хороший ему скажу на английском вот как могли перевели хэммел сказал что нет ребята давайте делаем так давайте я напишу тексты на основе ваших текстов итальянских смысл сохраню но напишу английский текст и хэммел написал полностью все тексты для филоны и сароны и получился вот этот альбом на английском языке на итальянском я кстати его не слышал к сожалению у меня много пластинка леворм с итальянским языком а это не как-то у меня не не попадалось еще говорят что интереснее на итальянском языке я не сомневаюсь что это так потому что колорит все-таки мелодика здесь мелодика здесь итальянская средиземноморья до совершенно не английская и итальянский язык конечно более органичен был бы здесь но что имеем то имеем и единственный недостаток этой пластинки на мой взгляд это то что она слишком короткая на 30 около 34 минут всего звучит если бы она была в два раза больше по времени было бы в два раза лучше она настолько хороша настолько удивительно интересно и необычно для того что мы подразумеваем подразумеваем под артроком что не зря ее называют шедевром не зря ее называют и критики и слушатели одной из самых значимых пластинок так называемого артрока 70-х годов может быть вам покажется это несправедливым потому что я повторяю здесь нет вот этих скоростных безумных каких-то невероятных головоломных зубодробительных пассажей нет зато есть настоящая около симфоническая музыка под названием артрок очень много клавиш очень много синтезаторов потому что естественно состав такой синтезаторный до микки дэйросси играет на ударных невероятно просто то есть как как там работает бочка я боялся сначала у меня вылетят колонки от того сколько сколько там бочки как неожиданно она вступает и у него такая джазовая манера игры у барабанщика дэйросси просто не понимаешь что он собирает в следующем а в следующем такте как как откуда как какой ритмический паттерн он так сказать применят где дробь будет где откуда вдруг начинается дробь почему ну то есть где-то 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 там какие-то такие все-таки параллели с джазом присутствует это здорово это совершенно не мешает и в симфоническую классическую музыку леор ложится замечательно бас соответственно играет туда куда нужно с этим безумным барабанщиком очень много нот очень сложно все но при этом это не кажется демонстрации техники удивительно это настолько цель на все получается настолько интересно ну и начинается in between начала очень много синтезаторов очень красиво красивая внятная итальянская мелодия голосовая очень чисто очень сильно спета и не нарочито мелодии очень внятные очень красиво очень понятный вот этот in between это просто пиршество синтезаторов все мук и и не мог и и все что хотите вот это вот все все присутствует дальше идет филона соответственно планета радости акустическая гитара и мажорная оптимистичная такая песня поет делья петро радуется жизни демонстрирует вот эту жизнь на планете филона де мейкер следующий номер уже тревожные нотки появляются уже пошла какое-то предчувствие чего-то нехорошего но нас это радует в силу того что очень много опять синтезаторных историй и клавиш чистых фортепианных и сетей синтезатора бас-гитара с ударными безумствуют очень все интересно ну а на второй стороне собственно пошел сюжет до вэп of time паутина времени когда темные и светлые силы принимается наблюдать за этими двумя планетами что же там на них происходит и тревожная музыка которая дает нам понять что сейчас что-то будет что-то будет страшно и мы приходим к планете сарона не тоже это я не похоронный ваш изображает я изображал мрачный пейзаж планеты сарона который музыканты здесь показывают музыкой очень органично и все понятно что планета мрачная люди грибы люди овощи люди змеи люди чудовища и вот эти чудовища мы все как все все сыграно все правильно да план темные светлые силы строит план что же делать с этими планетами как как разрулить ситуацию потому что какой-то дисбаланс происходит здесь все плохо здесь все хорошо точнее наоборот и вырабатывается план баланс возникает планеты объединяются сливаются в экстазе ну примерно вот так и наступает всеобщее примирение все становятся светлыми хорошими люди грибы превращаются в людей люди змеи превращаются женщин соответственно люди овощи превращаются мужчин и наступает всеобщая радость которую прекрасно нам показывает трио из италии вот это самое ли он но не все так хорошо потому что хорошо так не бывает эти планеты сошедшись на буквально на один миг вот этот миг радости такой и они аннигилируются все превращаются в ничто return to know последний номер возвращение собственно говоря в ничто в пустоту и вот этот последний номер это уже апогеи симфонизма леорм все просто по полной можно подумать представить и подумать что это целый оркестр грандиозные играет но это не оркестр это трио леорм клавиши бас-гитара и ударные но много наложений конечно потому что много разных клавишных звуков ну и это такой вот мощнейшее полотно return to know очень жаль что короткая пластинка но может быть с другой стороны хорошо потому что нет ощущения перебора а есть ощущение недосказанности что всегда интересно что всегда хорошо потому что ну не устаешь во первых от этой музыки хочется чтобы она продолжалась дальше и когда вот этот самый ритм 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 туннелс играет доходит до середины кайф 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 какой кайф как здоров потом заканчивается все кончено все кончено это конец все превратилось в ничто это замечательная пластинка подошла к концу и что же нам делать нам остается одно только искать следующие альбомы группы леорм может быть там продолжится этот восторг и радость наслаждение радость слушания вот этой изумительной почти симфонической но доходчиво для массового слушателя музыки вот такая пластиночка у меня очень всем ее советую леорм филона и сарона 1973 год ну а я как всегда пошел пить всем пока